Продолжение следует. 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 от голода. И как бы Павел повествует, говорит, что в Боге мы имеем духовные запасы, чтобы удалить нашу духовную жажду, чтобы напитать нас духовной пищей. Но если человек погибает, если человек духовно погибает, это не потому, что Божья вина в этом. У него огромный, у христианина большую дозу блага, благодать, которая у меня пополшила в Христе, она не ограничена. Ее возможности просто, если так можно сказать, колоссальны. И это меня вдохновляет. Просто но, проблема заключается в нас. Мы просто не пользуемся нашими возможностями. Мы просто не пользуемся теми запасами, которые имеем во Христе Иисусе. И Павел, как бы рисует в церкви, говорит, благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением Иисуса. И, как я сказал, Божьему удали силы не ограничены. И его ресурсы не истощаются. И поэтому у нас, как у верующих, у христиан, у верующих в Иисуса Христа, нету причины, чтобы быть в духовном голоде. Да, нету причины, чтобы оставаться духовно голодными, духовно нищими, давайте так скажем, да, чтобы было понятно. Духовно нищими, у нас нету причины, потому что Бог благословил уже нас, всяким духовным благословением в небесах. И поэтому мы должны проверять, да, мы имеем доступ, мы имеем в том, в той силе, в той благодати, мы уже получили, когда мы веровали в Иисуса Христа, мы уже получили доступ, то есть в силе, тем благословением. Но выбор, как бы, остается за человека. Будет он или держаться, держать их в классе своем, как где-то, 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 где-то 40 тысяч, или он будет питаться и брать их, употреблять в своей жизни. Я так, ну, обращаюсь к таким моментам, пытаюсь более доступно говорить. Я думаю, вы же понимаете мысли, которые я говорю, то, что мы верующие должны пользоваться тем, что мы имеем во Христе. И вот в этом прекрасно и проявляется вот забота Божия о нас, как о детях Божьих. Забота ему, прекрасная чувственная забота о нас. И именно Христос, Иисус, как Павел говорит, и благословен Отец, и Бог, и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе. Если вы посмотрите всю главу, где-то раз в 5, или 7, наверное, больше, вообще, в Ефесянах, где-то 15 раз, вроде бы, Павел делает удовольствие во Христе, во Христе, в нем, в нем, через него, в нем я, в нем, даже вот этой главе, в нем и сделали наследниками, и в нем вы услышали слово истины, и положил, он прежде положил в нем, в нем, в Иисусе Христе, Павел делает больше удаления, и в нем источник нашей силы, в нем источник всякого духовного богатства, в Иисусе Христе, в Иисусе Христе. И каждый, кто пребывает в нем, имеет доступ к этому и имени принадлежащим Христу, как бы, драгоценности, да, если скажем так, принадлежащим Христу от лист собственности, которой принадлежат Иисус Христу. Писание говорит, что предклонится пред Ним, пред Иисусом Христом предклонится всякое колено. И это говорит, что Иисусу Иисусу дана огромная власть, огромная власть. Он пришел из сверху, как написано, что смерть не удержала Его, смерть не удержала Его. Он единственный Господь в жизни, Он имеет, обладает огромной властью, и верующий в Него получает доступ к этой силе, к этой власти. Иисусу была Иисусу. Аллилуйя. Действительно, великие у нас, как у верующих, мы слависта, привилегии. И, как писание также говорит, я напоминал его, да, Он обнищал ради нас, обнищал ради нас, чтобы мы обогателись Его нищетою. И мы обладаем всяким духовным благословением в небесах, да, пребываем, потому что пребываем в Иисусе Христе, потому что пребываем в Нем. И когда верим ему, вот, или доверяем ему, мы вступаем в союз с Ним, да, мы имеем эту связь, вот, или союз с Ним. И, как писание говорит, что ты, соединяющийся с Господом, есть один дух с Богом, да, один дух с Господом. Тот, кто соединяется с Ним, есть одно с Ним. И то, что принадлежит ему, принадлежит тому, кто соединяется с Ним, есть в союзе. Те страны, которые объявляют этот союз, они делились, они помогали друг другу, они выходили на встречу. Кто-то восстал против них, они идут вместе, они в союзе, имеют в союзе, есть одно с Господом. И те, кто пребывают во Христе, я прочитаю, это место Писание, это будет Римляна, 8 глава 16 стих. Римлян, 8 глава 16 и 17 стих. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники же Божьи, сонаследники же Христу. Павел также присутствует в Римляне, говорит, что мы, дух, этот самый дух, дух Божий, он напоминает или говорит нам, дает нам четкое понимание того, что ты наследники Божьи. Этот самый дух, он уверяет нас, он говорит, ты есть чата Божьи, ты есть дитя Божьи, ты есть избранный, ты есть того, кого Бог оправдал. И он говорит такие слова, что этот самый дух говорит, духу нашему, что мы дети Божьи. Если дети, Павел продолжает, то и наследники. И наследники Божьи, это сонаследники же Христу. Вот то, что наследовал Иисус Христос, наследуют и мы, как чады Божьи. Хвала Иисусу. Действительно, Иисусу благодарность. Если мы сонаследники Его, и богатство Христа принадлежат нам. Истина, Его истина является нашим достоянием. Его истина, если наша истина, и тогда Его правильность является нашей правильностью. Его сила и могущество, оно становится нашим силой и могуществом. И когда мы соединяемся с Ним, когда мы становимся одной с Ним, то тем, чем обладал Иисус Христос, обладаем и мы, хвала Ему, хвала же нашему Господу. Вот эта мысль, я вот этой мысль я хотел поделиться с вами. Она меня просто более-более вдохновляет. И это побуждает более искать Его. Побуждает, чтобы позволить Богу вызволить вот это наследие, вот то благословение, которое Он вложил уже в нас. Которое уже мы имеем в нем. Дорогие друзья, я хотел бы призвать нас все, чтобы мы не голодали духовно. Чтобы мы не голодали духовно, помня то, что мы имеем во Христе. Не голодайте духовно. Если Бог не раз не падает мне, когда приходит минута отчаяния и уныния, просто вставай на колени, я тебя буду укреплять. Бог не раз говорит, что что-то происходит в твоей жизни, какие-то вопросы, просто проси, и будет она тебе. Писание ясно говорит, что в нем, в нем мы имеем все, мы имеем достаточной силы, даже чтобы устоять в искушении, в испытании. Когда враг пролещает, именно в нем наша сила. И именно в нем есть сила противостоять искушению. И хотел бы нас ободрить такой мыслью, чтобы мы помнили, что мы имеем доступ к великим источникам. Просто мы зачувствуем, наверное, не пользуемся. Как пожелая сухонская пара, держали, сумели где-то в классике, где-то в той стороне, умерли, к сожалению, от голода. Я бы желал, чтобы мы все дошли до того царства, до те ожидательства, и увидели Стану вместе, перед его престолом. Мы бы преклоняться и просили, чтобы он благословил, укрепил нас, и помог нам пользоваться теми источниками, которые в нем. Хамболюбие, Господь.